Расскажем о развитии событий в студии Натальи Немогай. Добрый день. Беларусь готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития новых ворот России в космос, а значит и союзного государства. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с сотрудниками космодрома Восточный и космонавтами. Совместная инфраструктура в космической сфере, возобновление лунной программы, подготовка белорусского представителя к полету. Все это станет новой важной вехой сотрудничества в Беларуси и России в освоении и изучении космоса. Такие заявления сегодня прозвучали на космодроме Восточный. Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе оценили космическую стройку. Президенты на место назначения прилетели на вертолете. На то, как продвигается строительство первого российского гражданского космодрома, главы государства посмотрели с воздуха. Затем уже на Земле о буднях космической гавани в деталях президентом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Основные мероприятия в честь Дня авиации и космонавтики, которые Александр Лукашенко и Владимир Путин символично проводят вместе, прошли в монтажно-испытательном корпусе космодрома. Здесь размещены части ракеты «Союз-2». С ее помощью по планам на орбиту будут доставлены спутники дистанционного зондирования Земли. И здесь же прошла церемония награждения летчиков-космонавтов. Почему лидеры Беларуси и России встречаются на «Восточном»? Понятно, это общие интересы в космической отрасли. Продолжается работа по созданию совместного аппарата дистанционного зондирования Земли. И не исключено, что запуск будет именно с «Восточного». Отсюда с 2016 года запущено 11 ракет среднего класса «Союз». Сейчас все внимание к объектам второй очереди строительства. Это площадка для запуска ракет тяжелого и сверхтяжелого классов «Ангара». Первый пуск намечен на конец 2023 года. В эти минуты Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждают актуальные вопросы двухсторонних отношений, совместные меры по противодействиям санкциям, обстановку в регионе и мире, события на Украине. Как уже заявил российский президент, цели по защите Донбасса будут достигнуты. Они продиктованы тем, что Киев отказался от выполнения минских соглашений, а столкновение с антироссийскими силами, которое взращивала Украина, было неизбежно. Подробности о встрече президента в следующих выпусках. В юбилейную для нашей страны дату с десятилетием в статусе космической державы всех белорусов поздравил Олег Новицкий. Известный белорус – один из трех наших земляков, которым удалось дотянуться до звезд. Как в свое время это сделали Петр Климук и Владимир Коваленок. С Олегом Новицким мы связались по скайпу. Сегодня у астронавта множество встреч и разговоров о космосе. Белоруссия всегда была надежным партнером и сейчас является космической державой. Я знаю точно, что многие белорусские разработки находили применение свое еще во времена советской космонавтики. Сейчас очень активно используются различные методы решения каких-то задач, какие-то хорошие пути находятся для проведения экспериментов. Поэтому от всей души желаю своим землякам дальше продвигаться именно в направлении развития космонавтики и непосредственно пилотированную космонавтику, поскольку я знаю, вроде есть договоренность об отборе белорусского космонавта. Поэтому от всей души желаю всем ребятам, девчонкам попытаться пройти отбор, ну а тем, кому повезет, выполнить свой полет в космос. На орбите летает белорусский спутник, запуск которого навсегда записал нашу страну в список стран космической элиты. Еще минимум три года он будет выполнять свою миссию делать снимки нашей планеты, которые необходимы для самых разных сфер деятельности, от точного земледелия до снижения последствий стихийных бедствий. Ничего святого на Украине продолжают сносить памятники героям-освободителям. На этот раз противники всего, что связано с победой над фашизмом во времена Великой Отечественной войны, устроили демонтаж стелы в городе Строэльвовской области. Памятник был установлен советскому воину за подвиги. В военные времена к нему прикрепили трос и повалили на землю. Видимо, некоторые украинцы до сих пор не могут смириться с поражением нацистов. Председатель военного комитета НАТО признал, что конфликт на Украине произошел из-за наращивания сил Альянса на границе с Россией. Но, несмотря на это, в НАТО намерены провести еще одну волну расширения за счет Швеции и Финляндии. Это говорит об осознанной конфронтации с государствами, не входящими в Альянс. НАТО прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточном фланге. Там присутствует около 40 тысяч военных. Это в 10 раз больше, чем было несколько месяцев назад. В России отметили, что дальнейшее расширение Альянса на восток не приведет к укреплению безопасности в Европе, а китайские партнеры в открытую называют действия НАТО экспансией. Только с одобрения зарубежных кураторов французский журналист Режеле Самье, побывавший в зоне боевых действий на Украине, рассказал, как проходит отбор в интернациональные легионы. В очередной раз подтвердилось то, что и так все знали. Даже в таких вопросах решение остается не за украинским военным командованием, а за так называемыми советниками из Вашингтона. Меня и добровольцев удивило, когда мы поняли, что для того, чтобы вступить в ряды обороняющихся украинцев, нужно согласование от американцев. Нас чуть не арестовали. Подошел американец и сказал, тут я главный, я, а не украинцы. Он даже представился, он ветеран войны в Ираке. Я проверил, его упоминания можно найти в недавнем выпуске «Фигаро». Вел себя грубо, поначалу вообще хотел нас выгнать. Приказал достать симки с телефонов. Мы должны были подписать контракт, действующий до конца боевых действий. В общем, рулят американцы. Не армия США, конечно, не официально. Я думал, что мы будем с интернациональными бригадами, а в итоге столкнулся с Пентагоном. По информации украинских СМИ, воевать в страну приехали наемники из Великобритании, Грузии, Дании, Южной Кореи, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, США и Хорватии. Это около 20 тысяч добровольцев, многих из которых с опытом участия в боевых действиях или с криминальным прошлым. Впрочем, все чаще местная медиа сообщает, что наемники довольно быстро покидают страну, поскольку не получают срок обещанных выплат и сталкиваются с некомпетентностью местного военного руководства. Европу штормит от санкций, которые так активно вводят и поддерживают политики. В Германии зафиксирована рекордная инфляция за 40 лет. В марте уровень превысил 7%. Последний раз такой высокая инфляция в стране была осенью 1981, когда цены на нефть значительно выросли из-за последствий Первой войны в Персидском заливе. В нынешнем марте стоимость автотоплива в Европе почти на 50% выше, чем годом ранее. Природный газ подорожал на 40%. Подсолнечное и рапсовое масло дороже на треть. На этом фоне ускоряется обесценивание европейской валюты. Это еще не предел. Эксперты говорят, что в случае прекращения поставок российских энергоресурсов в ближайшие несколько месяцев инфляция в Германии может стать двузначной. Ухудшение экономической ситуации в Эстонии отмечают 86% жителей этой страны. Из них больше половины считают, что жизнь ухудшается очень сильно. И 70% беспокоятся о финансовом положении своей семьи после начала операции на Украине. Это данные соцопроса, который провел Центр финансовой информации ведущего Банка Эстонии. Свой прогноз сделала и организация стран-экспортеров нефти. ОПЕК предрекла Евросоюзу одно из самых серьезных потрясений с поставками углеводородов. В результате антироссийской санкции мировой рынок может потерять около 7 миллионов баррелей российской нефти в день. Как отметил генсекретарь Картеля, ОПЕК даже всеми своими силами физически не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок. Устранить пробелы и выработать новые подходы в законодательстве. В Совете Республики сегодня заседал экспертный совет. На рассмотрение указ об оказании безвозмездной или спонсорской помощи обсуждается введение новых направлений финансирования. Это, к примеру, молодежные, патриотические, международные, образовательные, экологические проекты. У каждого предприятия на территории города, будто области, закреплены подшефные организации. В соответствии с этим закреплением они обращаются об оказании той или иной помощи. Это может как в денежных, так и не в денежных средствах выражаться. Может быть, это оборудование какое-то. Принимаемый указ и его корректировки позволят упорядочить данную деятельность в Республике Беларусь. В планах облегчить процедуру согласования, а также получения и использования безвозмездной помощи. Сильный шторм на Филиппинах унес жизни по меньшей мере 25 человек. Больше 13 тысяч вынуждены находиться в центрах неотложной помощи. В регионе сильный ветер, уползни, есть пропавшие без вести, разрушены дома. Из-под завалов спасатели продолжают доставать тела погибших. Шторм Мэгги стал в этом году самым крупным в стране. Но уже сегодня синоптики обещают, что стихия ослабнет и сменит направление. Задержанные в Финляндии картины из Третьяковки вернулись в целости в музейное хранилище. Сегодня в галерее распаковали полотна и проверили их. Пришлось поволноваться. Ведь картины, среди которых Москва, Красная площадь, Кандинского, заключенный Ярошенко, явление от руку Варфоломею, Нестерова застряли по пути домой из Италии. Они были частью сразу двух выставок. В начале апреля таможня Финляндии задержала картины из-за санкций Евросоюза. И вот теперь они снова на родине.